Оснащение ваших модулей зависит от концепции проекта и уровня глэмпинга. Низко-дешевая категория, средняя или высокая уровня пяти звезд. В низких категориях глэмпингов бюджетное оснащение. Деревянные кровати с простыми матрасами, недорогое постельное белье из бязи, отсутствие декора. Может быть небольшая терраса с бюджетной уличной мебелью. Санузлы могут быть с уличными умывальниками и отдельными кабинками с туалетом и душевой. Средняя категория может предполагать санузин либо внутри жилого модуля, либо отдельный сантехнический модуль с кабинками. Для каждого жилого модуля отдельная кабинка с личным ключом на время пребывания в глэмпинге. В кабинке расположен душ, раковина и унитаз. Комплектация в жилом модуле предполагает наличие кровати, возможно это боксы, то есть кровати, которые трансформируются в две раздельные или одну двуспальную. Доп-место в виде дивана, стеллажи под вещи, наличие кухонной зоны с холодильником, посудой, чайником и возможно умывальником. Кстати, наличие кухонной зоны будет способствовать увеличению срока пребывания гостей, что важно для операционной деятельности отеля. Высокий пятизвездочный уровень глэмпинга предусматривает повышенный комфорт в жилых модулях. Обычно присутствует зонирование, входная зона, спальная зона, кухонная, санузел. Помимо основной мебели высокого качества и необычного дизайна, обязательно присутствует декор и необычное индивидуальное оформление пространства. Обязательно дорогой текстиль и наличие выкладки, дорогая косметика для душа. Желательно махровые халаты, тапочки, кофемашины и комплименты от отеля в виде фруктов, шампанского и прочего. Такие глэмпинги могут стоить от 15 тысяч рублей за сутки. Глэмпинг по всем признакам, услугам экономики и инфраструктуры относится к загородным отелям. Соответственно, глэмпинг предполагает не только жилые модули. У таких средств размещения может быть весь перечень услуг и инфраструктура полноценного загородного отеля. А доля дохода от дополнительных услуг может достигать 50% от всей выручки отеля. Один из обязательных объектов – это точка питания. Питание является одним из прибыльных объектов на тюре отеля. Для бюджетных или удаленных от цивилизаций глэмпингов можно построить столовую, где гости смогут готовить пищу самостоятельно. Это также уменьшает операционные издержки, но в то же время и уменьшает возможный доход от каждого гостя. Организация питания – сложный процесс, и лучше его доверить специалистам или пройти специальные курсы обучения. Ресторан в отеле может предлагать только шведский стол, и тогда вы сможете продавать тарифы на базе завтрака, полный пансион или полупансион. Если у вас ожидается достаточно большой поток гостей, либо концепция отдыха 5 звезд, то выгодно предлагать а-ля карт. Но опять же, для открытия ресторана необходим отдельный инвестиционный просчет. При наличии ресторана возможно открытие банкетной площадки. Банкетная площадка может предлагать частные мероприятия, свадьбы, дни рождения корпоративы. Тут необходимо понимать, что мероприятия чаще всего будут приходиться только на выходные дни и выкупят весь номерной фонд с пятницы на субботу. А значит, индивидуальный гость не сможет приехать к вам на неделю, например, с понедельника по воскресенье. Также при строительстве банкетной площадки нужно предусмотреть ее универсальность, чтобы можно было проводить и свадьбы, выходные и бизнес-мероприятия в будние дни. Но для бизнес-сегмента необходимо предусмотреть и много другого. Экран с проектором, музыкальное оборудование, большой ресепшн, так как приезжает часто одновременно. Номерной фонд должен соответствовать банкетной площадке. Предложение кофе-брейков, хороший интернет, простое, вкусное, недорогое питание, ночной рум-сервис, уличные развлечения. Наличие спа или бассейна тоже будет огромным преимуществом при выборе площадки. Доля дохода от корпоративных мероприятий в среднем по отелям составляет 30% от общего дохода. Бани и купели – также популярное предложение в загородных эко-отелях. Большой популярностью пользуются бани на берегу водоемов и подогреваемые купели рядом с модулями, которые можно эксплуатировать круглый год. Услуги бани лучше предлагать не по-часово, а комплексам процедур. К примеру, оздоровительный комплекс, в который может входить банчик с парением, травяные чаи, ароматерапия, обертывание, массаж. Такой комплекс час принесет больше дохода, чем просто почасовая аренда бани. На самом деле, на территории отеля можно предусмотреть большое количество инфраструктуры. Также гостей привлекает наличие детской комнаты, тренажерного зала, детская и взрослая анимация, творческие мастер-классы. Все зависит от вашей концепции инвестиционных возможностей. Прежде чем закладывать такой объект в инвестиционную модель, нужно понять концепцию. Этот объект будет точкой притяжения и способствовать продаже номерного фонда, либо точкой, которая самостоятельно будет приносить доход. Объекты и услуги, которые по статистике считаются доходными на территории отеля. Это ресторан, банкетные площадки, спа, веревочный парк, аренда беседок и мангалов. Объекты и услуги, которые не приносят прибыль и даже убыточные. Это зоопарки, фермы с собственным производством продукции, конюшни, прокат техники.